Ирина и Вячеслав вырастили пятерых своих детей. Они обзавелись семьями и разъехались. Когда в доме Игнатьевых стало пусто, супруги не находили себе места. Тогда Ирина Алексеевна обратила внимание на детей, которые остались без внимания родителей, и решила, что у них тоже должна быть семья. «Был такой момент, когда в классе у нашей средней дочери мальчик остался без заключения родителей. И мальчик неплохой. Мы, в принципе, для семьи уже давным-давно решили, что если это все-таки случится, то, ну да, мы парню не дадим пропасть. Но когда это случилось, оказалось, что парень не один, у него есть сестра и брат. И то есть вместо одного забрали троих». Свой юбилей Игнатьевы называют «маленьким праздником», на который были приглашены самые близкие люди. В основном сегодня здесь те, кто принимал участие в создании этой большой семьи. «Он здорово, что все мы здесь сегодня собрались». «Сегодня в вашей семье настоящий праздник. Яркий, торжественный, знаменательный и немножко необычный. Необычный он тем, что мало таких праздников. За мое время это вторая семья, которая включает этот праздник». «Она очень ласковая, добрая, любит нас всех. Она всегда целует нас и обнимает. Мы, например, маме помогаем его готовить, убираться». «Мы помогаем матери следить за детьми, ну, совсем маленьким. Я горжусь, что у меня такая семья». В доме Ирины и Вячеслава Игнатьевых есть строгие правила, которые должен соблюдать каждый. Без этого порядка не будет, уверены супруги. «В моем доме нельзя лгать, нельзя воровать и нельзя обижать младшего. Все. А оно и уважительно относится к родителям». Супруги Игнатьевы убеждены, что ребенок не должен отрываться от кровной семьи. Все ребята поддерживают связь с родственниками, которые, кстати, сегодня также присутствуют в качестве гостей. А на вопрос, сколько приемных детей еще готовы взять, семья Игнатьевых отвечает однозначно. «Столько, сколько будет в нас нуждаться». «Столько, сколько будет в нас нуждаться?»